Тема моего сообщения — это взгляд на практические рекомендации в условиях пандемии ковида. Разрешите мне коротко напомнить новейшую историю эпидемии, связанных с лёгочными заболеваниями, вирусной теологии. И мы видим, что действительно такие проблемы, поражение лёгких вирусной теологии с реальными проблемами в этом тысячелетии мы начали сталкиваться в 2002 году. До этого, как мы знаем, коронавирусы считались вирусами, которые вызывают лёгкое поражение верхних дыхательных путей. И вот первый такой случай тяжёлого, острого, тяжёлого поражения, первые случаи были выявлены в 2002 году. Тогда атипичная пневмония захватила 37 стран, однако количество заболевших было относительно невелико, и смертность составила около 10%. Дальше было несколько эпидемий, связанных с распространением вируса гриппа. Мы звонили с вами в 2003 году, это эпидемия птичьего гриппа, однако количество заболевших также было относительно небольшим, но именно это поражение характеризовалось скокой смертностью, которая составила более 50%. В 2009 году уже можно сказать, что была пандемия свиного гриппа, вызванного вирусом гриппа H1N1. Тогда количество заболевших достигло или составило более полутора миллионов. Были захвачены 214 стран со смертностью 17%. Ну и последующие эпизоды мы также видели эпидемии инфекции ковида, однако захватили они в основном ближневосточный регион. И в 2013 году, это последняя эпидемия, с которой мы столкнулись, также не получила большого распространения, хотя и сопровождалась высокой смертностью. И, конечно, то, что мы видим сегодня, на сегодняшний день пандемия ковида захватила уже 188 стран из 256, и количество заболевших превысило 9 миллиардов. Поэтому, конечно, с пандемией такого масштаба мы никогда раньше не сталкивались. И хотя смертность по сравнению с остальными эпидемиями и пандемиями не был такой, но, конечно, такой охват и большинства стран, и значительного количества населения, уже больше 10% населения Земли, объясняет такое очень важное значение той ситуации, которую мы переживаем сегодня и для здравоохранения, и для всего населения. Что мы знаем про сегодняшнюю пандемию? Возбудитель… А мойлинка, наверное, надо связать. Возбудитель коронавирус SARS-CoV-2, входные ворота инфекции – это эпители верхних дыхательных путей и эпителиоциты желудка и кишечника. Источником инфекции на сегодняшний день считается инфицированный человек, в том числе и находящийся в инкубационном периоде. Важной особенностью вируса – это сохранение его жизнеспособности при комнатной температуре на различных предметах в течение трёх суток. Это длительный инкубационный период, который составляет от трёх до четырнадцати суток. Пути передачи сегодня описаны не только характерный, традиционный воздушно-капельный, но и воздушно-пылевой и контактный. Важной отличительной особенностью этой инфекции является то, что примерно у 50% инфицированных заболевание протекает бессимптомно. И несмотря на то, что люди, инфицированные с бессимптомным течением болезни, могут заражать своё ближайшее окружение. И сегодня установлена роль COVID-19 как инфекции, связанной с оказанием медицинской помощи. И во временных методических рекомендациях Министерства здравоохранения Российской Федерации отмечено, что существует высокий риск формирования эпидемических очагов COVID-19 в медицинских организациях в случае нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Мы знаем, что сейчас идут активные... ...вакцинами, однако сегодня пока этот вопрос не решён. Какие, собственно, основные задачи стоят и перед нами, перед онкологами, и перед вообще системой здравоохранения относительно нашей категории пациентов, а именно пациентов с онкологическими заболеваниями. Эти задачи общие, они не касаются какой-то отдельной нозологии, но мы понимаем, что, во-первых, мы должны пособствовать максимальному снижению риска инфицирования пациентов в медицинской организации, и чем реже наши пациенты будут посещать медицинские учреждения, тем, соответственно, реже будет риск от инфицирования. Что мы можем сделать? Все вопросы, которые можно решать дистанционно, должны быть решены с использованием различных телемедицинских технологий и других методов, включая телефонные контакты и так далее. Все диагностические и лечебные манипуляции, которые могут быть отложены, то есть которые не являются жизненно необходимыми, их тоже можно отложить. Мы должны минимизировать или таким образом перестроить систему оказания помощи, чтобы минимизировать длительность пребывания пациентов в круглосуточных стационарах и максимально использовать возможности амбулаторного звена и дневных стационаров. Ну и, конечно, если говорить о лечебных мероприятиях, то при возможности выбора должны быть использованы те лечебные мероприятия, которые сопровождаются минимальным риском осложнений без потери, конечно, эффективности лечения. Но речь должна идти не только о защите пациента, но и о снижении риска защиты сотрудников медицинской организации. Здесь очень важно и соблюдение санитарно-эпидемиологического режима. Сегодня мы очень хорошо понимаем, что очень важным таким элементом защиты сотрудников является обеспечение их эффективными средствами индивидуальной защиты. Уже опробована работа, такой бригадный метод работы, который позволяет в случае все-таки выявления инфекции среди сотрудников менять бригады и таким образом не закрывать стационары, отделения, а продолжать работать. Ну и там, где это возможно, перевод сотрудников на удаленный режим работы. Конечно, наши лечебные и диагностические подходы также должны проводиться с расчетом на снижение нагрузки и на медицинский персонал, и на систему здравоохранения в целом, учитывая ее перестройку, в первую очередь на борьбу с коронавирусной инфекцией. Теперь, если говорить о меланоме, какие изменения мы можем, скажем, позволить себе вот в эпоху пандемии. Первое. Это рассмотрим меланому ранних стадий. Здесь, конечно, если у пациента есть подозрение на меланому, то откладывать вот такой диагностический этап, как эксцезионная биопсия, нецелесообразно, потому что это тот вид диагностического вмешательства, который может быть проведен амбулаторно в большинстве случаев и не требует такого действительно длительного пребывания пациента в лечебном учреждении. Но вот в том случае, если проведена эксцезионная биопсия и действительно подтвержден диагноз меланомы, то дополнительные и диагностические, и лечебные этапы, которыми являются рейш сечение послеоперационного рубца при показаниях и проведение биопсии стражевого лимфоузла, в большинстве случаев может быть отложено на срок до трех месяцев. У этих пациентов с низким риском прогрессирования проведение стандартных контрольных обследований в периоде наблюдения также может быть отложено на три и более месяцев при отсутствии у них клинических признаков прогрессии болезни. Ну и поскольку части пациентов с локальными стадиями меланомы в нашей стандартной практике мы сегодня можем предлагать терапию интерферонами, адювантную терапию интерферонами, то это тоже тот вид лечения, который может быть отложен. А учитывая то, что начало терапии интерферонами в большинстве случаев сопровождается выраженными гриппоподобными реакциями в виде и подъема температуры, и различным болевым синдромом, слабостью, все эти симптомы в равной мере присущи и ковид-инфекции, поэтому в определенной части случаев мы можем и, скажем, уходить от такой стандартной терапии, учитывая ее такой не очень выраженный эффект на общую выживаемость. Если рассмотрим следующую ситуацию, это поражение регионарных лимфоузлов. Понятно, что проведение стандартной лимфоденоктомии сопряжено с достаточно длительным пребыванием в стационаре. Это тот вид хирургического лечения, который в большинстве случаев не может быть проведен амбулаторно, и в условиях, конечно, пандемии это крайне нежелательно. Поэтому, несмотря на то, что в нашей стандартной практике лимфоденоктомия является стандартным вариантом лечения у пациентов с клиническими признаками поражения регионарных лимфоузлов, в качестве альтернативы мы можем пациентам начать лекарственное лечение, то есть мы можем начать неоадьювантную терапию. В качестве препаратов для неоадьювантной терапии мы можем использовать и комбинацию бираф и мек ингибиторов, и ингибиторы ПД-1. Сегодня исследования уже показали достаточно высокую эффективность использования этих препаратов в неоадьювантных подходах, которые, тем не менее, пока стандартным подходом не считаются. В условиях пандемии мы можем начать такую лекарственную терапию, через 8-12 недель оценить ее эффект, и при положительной динамике с пациентом может быть обсуждена возможность и продолжения этой терапии. При отсутствии эффекта мы возвращаемся или переходим к стандартному этапу лечения, а именно проведения терапевтической лимфоденоктомии. И это же лечение мы проводим при невозможности по тем или иным условиям провести неоадьювантную терапию или наличие противопоказаний к ней. Проведение адьювантной терапии может быть также после терапевтической лимфоденоктомии отложено на срок до 12 недель. Какие препараты и режимы мы можем использовать для неоадьювантной и для адьювантной терапии? Конечно, мы в этой ситуации должны отдавать предпочтение тем препаратам, которые, во-первых, хорошо переносятся пациентами, во-вторых, не требуют их такого частого посещения стационаров. И здесь предпочтительно использовать комбинированную таргетную терапию. Мы знаем, что в этой ситуации пациенту достаточно раз в месяц посещать лечебное учреждение для того, чтобы получить препарат для приёма или аптечную аптеку для получения препаратов. И мы также можем использовать антипедиантитела, особенно сегодня, когда у нас нет возможности использовать новые режимы введения антипедиантитела. Мы знаем, что для Ниволумаба, кроме такого более традиционного режима введения 240 мг каждые 2 недели, зарегистрирован сегодня ещё один режим. Это 480 мг один раз в 4 недели. Для пембролизумаба стандартный зарегистрированный режим – это 200 мг каждые 3 недели. И сегодня на рассмотрении в Миндраве находится новый режим введения пембролизумаба – 400 мг один раз в 6 недель. Чуть позже о результатах исследования с этим режимом я скажу. Таким образом, и для неоадювантной, и для адювантной терапии у нас есть возможность использовать лекарственные режимы, которые не требуют таких частых посещений клиники. И вот это исследование с пембролизумабом. Результаты пока первой части исследования были доложены в этом году. Исследование изначально было ориентировано на пациентов с метастатической меланомой – это неоперабельная третья и четвёртая стадии болезни. В ходе исследования изучались как фармакокинетические показатели, так и показатели переносимости и эффективности. Анализ фармакокинетических особенностей показал, что полученные результаты подтверждают расчётные данные концентрации пембролизумаба и минимальные и пиковые концентрации были сравнимы с концентрациями уже одобренных режимов. Оказалось, что по частоте объективных ответов использование этого режима также продемонстрировало сопоставимую частоту объективных ответов, которая составила 38% с уже ранее представленными данными по эффективности стандартных режимов пембролизумаба. И что очень важно, то что частота выраженных нежелательных явлений также была сопоставима со стандартными режимами и даже отличалась от них в меньшую сторону. В частности, нежелательные явления третьей и четвёртой степени были в этом исследовании зарегистрированы лишь у 2% пациентов. Но, наверное, самая сложная ситуация встаёт перед нами тогда, когда мы видим пациента с метастатической меланомой. В большинстве случаев отсрочка начала лечения у этих пациентов нежелательна. И это именно та ситуация, когда нам особенно важно провести оценку соотношения риска развития тяжёлых нежелательных явлений и эффективности лечения. Если мы посмотрим на эту вводную таблицу по частоте нежелательных явлений, в частности, тяжёлых нежелательных явлений, то мы видим, что наиболее, точки зрения переносимости, наиболее предпочтительным является монотерапия ингибиторами ПИДИН с частотой нежелательных явлений, выраженных порядка 20 и менее процентов. И это тот вид лечения, который сопровождается минимальным процентом отмены терапии из-за нежелательных явлений, не больше 10%. На втором месте стоит комбинированная таргетная терапия. Хотя частота тяжёлых выраженных осложнений также достаточно высока и достигает 50%, но мы знаем о возможности коррекции дозы, что позволяет продолжать лечение. Мы знаем о том, что достаточно редко возникает необходимость использования иммуносупрессоров, в частности, стероидов, для купирования нежелательных явлений, вызванных таргетными препаратами. Хотя некоторые из нежелательных явлений, в равной мере присутствующие и таргетным препаратам, и антипидиантителам, такие как лихорадка, озноб, диарея, сыпь, слабость, также в значительной мере напоминают симптомы инфекции COVID и должны быть приняты во внимание и онкологами, и врачами общей практики, и самими пациентами. Ну и особое значение в соотношении риска и пользы, конечно, принадлежит комбинированной иммунотерапии, а именно комбинации Ниволумаба и Ипилимумаба. Мы с вами хорошо знаем, что это тот вид лечения, который на сегодняшний день даёт наиболее высокие показатели определенные общей выживаемости. Но, тем не менее, мы также знаем... Галина Юрьевна, время. ...иммуноопосредованных нежелательных явлений, которые возникают на фоне использования комбинированной иммунотерапии. Сегодня неизвестна реакция пациентов с инфекцией COVID на ожидаемые иммуноопосредственные нежелательные явления. И также неизвестно, как эти иммуноопосредственные нежелательные явления, имеющиеся у пациента, будут влиять на тяжесть COVID-инфекции, если вдруг пациент заразится этим заболеванием. Мы знаем, что потребность и необходимость назначения стероидов, которые у пациентов с тяжелыми иммуноопосредственными осложнениями возникают, это может повысить риск их инфицирования и оказать неблагоприятное влияние на течение COVID-инфекции. Конечно, коррекция тяжелых осложнений будет сопровождаться повышением нагрузки на ресурсы здравоохранения. И возможно, что в условиях перепрофилирования пациенты столкнутся со сложностями оказания неотложной помощи при развитии тяжелых осложнений. Поэтому, если все-таки мы считаем, что пациенту по жизненным показаниям необходимо использовать комбинированную иммунотерапию, то следует использовать альтернативную схему со снижением дозы эпилемумаба. Результаты исследования CheckMate 511 нам хорошо известны. Сегодня это модифицированный режим использования неволумаба в дозе 3 мг на килограмм, а эпилемумаба в дозе 1 мг на килограмм для ряда локализаций зарегистрирован, является стандартным, но не для меланомы. Исследование продемонстрировало действительно существенное снижение частоты тяжелых осложнений, а именно на 14,5% при использовании вот этой модифицированной схемы. И это исследование также продемонстрировало и существенное снижение необходимости отмены терапии из-за развития тяжелых осложнений. И хотя основная задача этого исследования состояла в оценке частоты тяжелых иммуно-посредственных нежелательных явлений, но тем не менее была в ходе этого исследования проведена оценка и эффективности терапии, и выживаемости пациентов. И вот эти результаты дополнительного анализа показали о том, что... Галина Юрьевна, время. Я заканчиваю, да. Использование комбинированного режима не сопровождается существенным уменьшением частоты объективных ответов и негативно не сказывается на выживаемости, как выживаемости без прогрессирования, так и на общей выживаемости. Поэтому приоритет, конечно, мы отдаем монотерапии антипедиа антителам и комбинированной таргетной терапии, но по показаниям, а именно у пациентов без мутации, при необходимости достижения объективного ответа мы можем использовать и комбинированную монотерапию. Ну, в заключении мне хотелось бы сказать, что действительно мы столкнулись, первый раз столкнулись с такой распространенной тяжелой патологией, и сейчас очень важно максимально извлечь уроки для того, чтобы подготовиться к следующей эпидемии, которые, как уже понятно, обязательно будут. Благодарю за внимание. Продолжение следует...